Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 января, все ближе и ближе посевная 2019-го. И все чаще и чаще слышу вопросы, чем протравить семена. Ну чем протравить лучше? Я сейчас назову все препараты, которые применяются у нас для протравливания семян. И сразу скажу, самое главное, что вы должны знать изначально, что протравливать семена и стимулировать для повышения всхожести нужно разными препаратами. Это не одно и то же, это нужно запомнить. Потому что, сейчас напомню вам, что такое протравливание. Ну вот как это вообще, если вы ни разу не протравливали, как вы можете объяснить? Протравливание это у нас обеззараживание, дезинфекция. То есть, мы должны убить все предполагаемое, вот что там, возможно, какие-то патогенные вот эти споры грибов, зачатки будущих заболеваний, мы все это должны уничтожить, протравить, вытравить. И прием протравливания, он является одним из самых основных. От этого зависит, заболеют ли потом наши, будут восприимчивы или нет наши растения к заболеваниям. И все-все процедуры остальные мы проводим после протравливания. Вот сначала мы протравим, и когда оно чистое, такое чистое, протравленное семечко, тогда уже мы можем стимулировать, замачивать, проклёвывалось, чтобы оно... И вот смотрите, протравливание это самая основная процедура. Вы можете стимулятор потом не применять. Можно просто, ну, намочить семечко, или даже сухим некоторые высевают, и всё. Но протравить специалисты всё-таки рекомендуют всем. А тем более тем, вот как, например, если вы взяли материал крупной какой-то фирмы семена, и они уже, например, дрожированные там, или написано, что обработанные, вот когда есть семена красного или синего цвета, это касается не томатов только, вот я про огурцы сейчас говорю, то такие семена можно уже ничего не делать. Особенно, если там уже указана информация о том, что всё это было проведено, уже они обеззаражены, они уже вот покрыты вот этой оболочкой, стимулирующей на прорастание. А вот все остальные семена, особенно если вы сомневаетесь в их качестве, всегда пишут, что собранные со своего огорода обязательно обрабатывать. Казалось бы, почему? Это свои семена. Мы же знаем, что они хорошие, здоровые. Но человек на глаз никогда не может определить, был ли вот на этом растении, началась ли у вас фитофтора, например, тогда, когда вы собирали. Были ли вот эти споры грибов патогенных в зачатке, когда мы их ещё не видим, когда, может быть, первых признаков заболевания ещё нет, а растение уже подвержено какой-то вот такой вот болезни нехорошей. Мы уверены, что она не болеет, эта помидорка, а она, возможно, уже там что-то есть. И вот чтобы исключить все эти нехорошие, негативные потом последствия, рекомендуют специалисты свои семена всё-таки протравливать, особенно протравливать те, которые мы покупаем на базаре у других людей, у частных. Мы тоже не знаем, в каких условиях они выращиваются. И большинство опытных огородников, хоть ты на себя уверен, хоть ты в себе уверен, не уверен, всё равно протравливают. Это не так сложно, но это нас успокаивает. Мы знаем, что семена протравлены, и всё. И для этого используются самые разные препараты. Вот я здесь выставила, какие вообще всего возможны. Вот и марганцовка. Я потом про марганцовку отдельно буду говорить, буду предупреждать новичков о том, что она может быть опасной. Марганцовку можно купить как в аптеке, вот в таком аптечном варианте, так и в саду специально для обработки семян выпускают уже вот такой садовый вариант. Значит, несмотря на свою вот эту опасность, она всё-таки применяется, она всегда пользуется спросом. И марганцовка – это одна из самых распространённых вот таких, ну, методом марганцовки многие. Потом перекись водорода, где-то у меня есть старый, мне его показывать страшно, он с прошлого года грязненький, но ничего, всё равно, перекисью водорода тоже люди пользуются. Мы сейчас пониже сделаем, вот так вот, чтобы видно было. Марганцовка, перекись водорода – это всё можно взять у нас в аптеке. Борная кислота, даже формалин применяется, борная кислота. Ну, вот у меня она здесь спиртовая, но применяем мы обычно порошок. Спиртовый лучше не надо, там тоже свои нюансы. Даже формалин, ну, я ни разу в жизни формалин не применяла для протравливания, но говорят, он тоже эффективное средство, но им нужно пользоваться, уметь. Потом специальные препараты, которые можно купить в магазине. Каждый вот из этих способов имеет и свои преимущества, и свои недостатки. Вот фитоспорином многие замачивают для того, чтобы вот эту патогенную микрофлору, эти споры убить. И, конечно, если вы выберете какой-то один препарат, то вы должны уметь им пользоваться. Вот, например, марганцовка, я вот здесь показала, что для полива земли я применяю одну концентрацию, а для протравливания семян мы применяем более концентрированный. Вот тёмно-розовый раствор пишется 1% навсегда, ну, значит, 1 грамм на литр, ой, нет, 1 грамм, не буду уточнять, 1% указано. Просто я всегда делаю произвольно на глаз, делаю вот такой раствор, который ещё прозрачный, но уже такой цвет очернил. Вот таким поливаю растения посадки, вот таким дезинфицирую землю, вот таким протравливаю семена. Тоже марганцовка бывает разных. Ну и всё, марганцовка, это самый простейший вариант. Предварительно замачивают семена, чтобы не обжечь их, вот это вот внутреннее семя, на 24 часа, потом уже в марганцовку на 15 минут, на 20 минут, потом промывают водой и всё. Дальше можно или сразу сеять, или можно в стимуляторы положить, чтобы они у вас как иммунитет повысили. Стимуляторов различных очень много, видите, вот такой природный стимулятор иммунитета растений. Активизируют энергию прорастания семян, иммунитет на стадии прорастания семян. Но всё это мы делаем только после протравливания, после того, как мы их продезинфицируем. Ну вот смотрите, семена могут всё-таки получить химический ожог, если они повреждены. Это касается и борной кислоты, это касается и марганцовки. Если у них какой-то будет трещинка или скол, то они, скорее всего, будут повреждены. И вот с этими препаратами нужно, конечно, осторожно. Перекись водорода, она более такая безвредная. Двух-трёхпроцентный раствор берут, подогревают немножко, чтобы он был тёплый, 35-40, выдерживают совсем недолго, вот 5 рекомендаций, 5-7 минут всякие дают. Потом тщательно промывают и всё. Можно дальше или просушивать и сеять, или можно в стимулятор. Потом борная кислота тоже. Она примерно вот, вообще везде рекомендации написано, пол чайной ложки на стакан воды. Температура тоже должна быть тёпленькая, около 30 градусов. И вот здесь можно уже оставить на 2-3 часа. Но опять же, то же самое предупреждение. Если они какие-то нецелые, если у них трещина или что, то эти семена, они у вас погибнут. Если кислота войдёт туда внутрь, всё. Ну и, конечно, самое безопасное, самое мягкое воздействие – это фитоспорин у нас. Фитоспорин – это вот такой биопрепарат, который у нас борется с болезнетворными бактериями. Его разводят, вот этот маточный. Вот я сейчас час назад сделала раствор. Вот быстро растворимый уже развёлся. И здесь инструкция. 2-4 капельки всего на стакан воды. И можно замачивать. Вот здесь можно не бояться, что они повредятся, что они будут химический ожог какой-то у них. 2 капельки. Сейчас я убрала уже. 2 капли очень удобно маленьким шприцем. Взял 2 капли в стакан, капнул и всё. Вот в таком растворе можно оставить семена. Вот я сейчас перец буду замачивать. Можно было бы их оставить семена даже до наклёвывания. Ничего опасного, вот в фитоспорении нет. Поэтому я сразу говорю, при выборе средства, а, я забыла, да что вы. Ещё может быть ещё и медный купорос. Хотя он сейчас как-то немного вытесняется, вот более вот эти биопрепараты всякие. Вот я нынче новый купила на пробу какой-то биоэнергетик для семян. Он и фунгицид, и биостимулятор. Это вот два в одно. А медный купорос хорош в тех случаях всё-таки. Вот у меня с прошлого года тут немножко осталось. В тех случаях, когда вы точно уверены, что у вас семена взяты с больного растения, но вам они очень нужны. Вам нужно как-то продолжить выращивание этого сорта. Или вам дали, но вы совсем не уверены, что они будут хорошие. Пожалуйста, вот медный купорос. Медным купоросом многие отказались сейчас пользоваться, потому что он тоже, это очень агрессивная среда. Но чем он хорош? Он точно убивает все бактерии, и хорошие, и плохие. Семена получаются полностью стерильны. И снова при выборе вот этого препарата вы должны соизмерить свои возможности, свои знания вот с характеристиками вот этих вот препаратов. Если вы только начинаете, возможно, первый год слишком такими, которые могут и ожог вызвать, и всё, вот такими слишком агрессивными препаратами не нужно пользоваться. Сразу говорю, что фитоспорином могут пользоваться все. Но бывают ситуации, когда мы всё-таки прибегаем и к марганцовке, и к медному купоросу. Кто марганцовкой пользуется много лет, всю жизнь, особенно в деревнях, где нет садовых магазинов. Они наловчились, для них это самый удобный, самый простой, самый дешёвый препарат. Вот возьмёшь одну вот такую вот бутылочку маленькую, хватит на этот год, и ещё на следующий. И землю обеззарадить, и семена. Так что тут на вкус и цвет товарища нет. Кто-то от марганцовки никогда в жизни не откажется, хотя она тоже убивает, так же как медный купорос, почти все бактерии полезные и вредные. Она вот такой хороший, жёсткий такой дезинфектор, дезинфицирует всё. Ну вот, выбор за вами. Или мягкие, слабые, мягкие такие биопрепараты, или среднего действия, или вот совсем такие жесточайшие. До свидания.